Приветствую вас, и давайте мы с вами для начала, скажем так, немножко обговорим границы ответственности и кто за что отвечает. Мне представляется, это очень важный момент. Смотрите, вы спрашиваете, почему парень не проявляет к вам интереса, да, то есть, что произошло. Вы спрашиваете, значит, так, пропал интерес, изменяет него, не хочет общаться. Это может знать только он, то есть, только непосредственно ваш молодой человек может знать, что именно происходит. Мы читать мысли и гадать не умеем. За этим вам стоит обратиться в раздел эзотерики, там вам профессионально погадают. Мы в разделе психологии гаданием не занимаемся. Мы занимаемся анализом материала, который предоставляет нам клиент, и помогаем клиенту, самому клиенту разрешить для себя какие-то противоречия, может быть, которые у него есть. И тем самым помогаем ему стать более, естественно, можно так выразиться, более свободным. Более свободным. Вот. Значит, смотрите. А что можно сказать про вас в этой ситуации? В этой ситуации про вас можно сказать то, что вы, находясь в отношениях крайне небольшое количество времени. Уже эмоционально вы увлеклись в отношениях с этим человеком. То есть, вы чересчур, чрезмерно в нем нуждаетесь. Парни, вы чересчур, чрезмерно от него зависите. Сейчас. На мой взгляд, по крайней мере. И вас очень сильно волнует то, почему он не делает тех действий, которых вы, к примеру, от него ждете. Ну, то есть, почему он вам не пишет там, не звонит и так далее. Вот. Вы говорите о том, что вы себя накручиваете. По факту. Вы пишите, что вот, я себя накручиваю, помогите мне, пожалуйста. Но, что стоит за тем, что вы себя накручиваете? Что стоит за этим моментом, за этими позициями? Что за ними именно стоит? А стоят за ними ваши определенные желания. Стоят за ними ваши определенные потребности. Стоит за ними то, что вы хотите для себя. Вы понимаете? Какая история. Стоит за всем этим то, что вам нужно для себя. Самой. Вам. И у меня к вам, соответственно, возникает вопрос. Чего вы хотите? В чем вы нуждаетесь? Что вам нужно? Чего вы боитесь? Представьте себе. Представьте себе. Просто представьте себе. Ситуацию, что мужчина сейчас. На данный момент. Вам, например, из меня. Или, к примеру, у него пропал интерес. Что для вас это будет значить? Ответьте сами себе на вопрос. Что для вас это будет значить? Что вы будете думать? Ну, к примеру, о себе. К примеру, о нем. И так далее. Ответьте себе на этот вопрос. И тогда, я думаю, вам станут понятны причины того, почему вы себя накручиваете. Я думаю, тогда вы увидите истинную проблему данной ситуации. Вот. Я думаю, что на это вам стоит обратиться. обратить внимание. А не гадать, почему мужчина не проявляет к вам того или иного внимания. К примеру. Потому что это другой человек. И у него могут быть, ну, свои какие-то желания, свои какие-то цели и так далее. Понимаете? Понимаете? Вот. Поэтому то, что вы делаете сейчас, то, что вы делаете сейчас, да, вы ориентируетесь на мужчину. А ориентироваться вам нужно на себя. Исключительно и только на себя. Понимаете? Не на мужчин, не на кого-то другого, а на себя. И если вы будете ориентироваться на себя, то тогда вам будет уже гораздо лучше. Тогда вы будете, условно говоря, более свободны. А сейчас вы напрямую зависимы. Сейчас вы зависите. Напрямую зависите от мужчины. И накручиваете вы себя именно из-за своей неудовлетворенности. Из-за своих страхов, из-за своих представлений, из-за своих желаний, которые вы поставили в зависимость от этого человека. Делать подобного категорически нельзя. Особенно если, к примеру, учесть, да, особенно если учесть, что встречаетесь вы очень мало с человеком. Вот. Встречать вы всего лишь там несколько месяцев. Вот. Понимаете? Какая история. Вот примерно так. Примерно так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. который вы задаете. Так. Значит. Что касается самих отношений. Да? То здесь очень часто бывает такая история, что, к примеру, мужчина, и вообще не мужчина, даже любой человек, любой человек абсолютно, может быть, скажем так, винтиком в ситуации. То есть, что по факту это означает? По факту это значит, что, пока мужчина был с вами, ему было с вами хорошо, комфортно, удобно, приятно, интересно и вообще ничего больше ему не надо было. Но, когда он уехал на дачу, ситуация изменилась, ситуация стала другой и мужчина уже стал, как бы, больше, ну, больше зависеть именно от той ситуации, в которой он оказался. Бывают такие люди, которые, вот они, в какой ситуации окажутся, да, они в той ситуации, соответственно той ситуации себя и ведут. Вот. А что это такое более серьёзное, к вам у него сформироваться ещё не успел. Ну, просто в силу, так сказать, в силу ряда причин, да, в силу того, что времени прошло недостаточно там, ну и так далее. Вот. То есть, в этом нужно тоже отдавать себе отсчёт, в этом тоже нужно, нужно это тоже учитывать. Вот. Поэтому всё равно на расстоянии, так или иначе, вы ничего выяснить не сможете, на расстоянии вы всё равно понять ничего не в силах. Вот. Поэтому я рекомендую вам не пытаться, а больше заниматься именно собой, именно тем, что волнует вас, именно тем, что беспокоит вас, именно своими желаниями. Вот это, собственно говоря, то, что вы можете, можете делать. Вот. Вот. Более того, более того, я рекомендую вам текущую ситуацию, которая вот на данный момент происходит, я рекомендую вам эту ситуацию рассматривать как проявление, проявление своих проблем, собственных проблем. То есть, это проявление вашей неудовлетворенности, это проявление ваших, ваших каких-то, каких-то противоречий. Это проявление вашей, вашей неудовлетворенности к, ну, вообще вот, в чём-либо. Понимаете? Вот. И уже эту ситуацию я предлагаю вам рассматривать с этой точки зрения. И с этой, и с этой точки зрения уже корректировать что-то, корректировать что-то именно, именно в своём поведении, именно в своей, ну, вашей ситуации. Ибо по-другому, по-другому это не работает, по-другому не бывает. Понимаете, да, о чём идёт раньше? Вот, в принципе, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что для вас это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было нужно, вот. Естественно, потребуется определённая коррекционная работа, которую, если вам интересно, можно будет провести. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь с вопросами. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!